Всем привет! Прежде чем начать это видео, я хочу напомнить, что у меня появился свой телеграм-канал, куда я выкладываю разные видеоматериалы. Мы там общаемся с ребятами, я отвечаю на вопросы. Собственно, этот урок благодаря тому, что мне задали вопрос по флажолетам. Когда вы делаете искусственные флажолеты на гитаре, я сейчас говорю про те, которые в роке используются очень часто. Самое главное помнить, что изначально источник звука — это правая рука. То есть вы дёрнули струну и подцепили её вот этой частью пальца, то есть кончиком. То есть что получается? Я просто дёрнул струну. Чтобы вы понимали, что нет никакой магии, я просто дёрнул. Видите, я просто кончиком пальца касаюсь струны. Но просто когда мы делаем это всё вместе, мы не делаем никакой остановки. Это как одно движение. Вы к этому можете прийти как? Как ближе смещаться к кончику? Тогда вы, например, играли в гитару, и у вас есть эта штука. Если у вас кончик побольше здесь, хотя я этого не очень, ну как бы не очень это люблю, но вы можете что делать? Подкрутку. Такую подкрутку делать. Правда, из-за этого, видите, движение получается лишнее, оно такое не очень комфортное. Вот с этим мы разобрались. Соответственно, вот вы, например, взяли ноту на третьей струне. И вот вам нужно понимать, что флажелеты, они могут быть разные по звуку. Это то же самое, что вот открытая струна, потом девятый лад, седьмой. Собственно, любой лад даёт какой-то такой звук, да, искажённый. И вот если вы взяли второй лад, то вы можете взять либо рандомный искусственный флажелет, либо вы можете взять эту же ноту на октаву выше, помните, прошлое видео. То есть плюс 12 ладов, это 14. Если вы к 14 прибавите ещё октаву, то есть 12, это где-то 26. Да, вот. То есть та же самая нота, но ещё выше. Вот получается, если вы взяли пятого, вам нужен, соответственно, вот этот. Или ещё дальше. Вот эта нота будет звучать точно, да, как этот тон. Но дальше вы можете делать всё, что угодно, и у вас будет меняться звук. Надеюсь, с этим разобрались. Был вопрос такой, значит, как влияет калибр и натяжение на высекание флажелета. Смотрите, когда вы меняете натяжение, и у вас, ну, то есть, например, за счёт калибра, да, это всё влияет чисто на ощущение. Амплитуда колебаний у вас уменьшается, и, соответственно, пробить вам струну нужно чуть, может быть, больше усилия, а коснуться, ну, может быть, чуть-чуть вот как бы подстроить именно ощущение. То есть, может быть, всё это будет более филигранно, более аккуратно. Всё зависит от того, как вы вообще привыкли играть. То есть, если вы привыкли очень экономно играть, я думаю, что вы это хорошо почувствуете. И, соответственно, вот вы меняете положение. На именно яркость, на выходной сигнал очень сильно влияет гейн. Поэтому, если вам нужно что-то такое яркое прямо делать, ну, не жалейте гейна. Хотя флажелет сам по себе получается и на чистом звуке. То есть, этот звук, он есть такой. Вот, вы меняете характер. Теперь ещё был вопрос по поводу толстых струн. Как на толстых струнах? Ну, вот, вы берёте. Принцип тот же самый. То есть, да? И тон пошёл уплывать. Либо это та же нота. И что очень сильно влияет вообще на качество ваших флажелетов? Это то, что вы делаете левой рукой. То есть, вы можете сделать так. Вибрато. Вы можете сделать бенд. А можете сделать вибрато в бенде. То есть, сразу, да, такая фирма какая-то появляется в этом. То есть, если вы сделаете вибрато в бенде, будет очень здорово звучать. Ну, в общем, я думаю, это всё по этой теме. Пишите свои вопросы, пишите пожелания. Добавляйтесь ко мне в телеграм-канал, если вам это актуально. И записывайтесь на уроки. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»